Итак, друзья, всем доброго дня! Сегодня у меня будет видео об безободковом унитазе. Многие люди сейчас их рассматривают, хотят купить, но пугает как бы новинка. Хотя они появились в 2014-15 годах, то есть практически 5 с небольшим лет назад. Но люди все еще думают, что это какая-то необкатанная новинка, что там что-то сложно и так далее, какие у них есть плюсы и минусы. Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать. И если честно, я просто в восторге от этих унитазов. Я сейчас не перейду на обычную чашу никогда. Вот эта вот штука, она работает просто изумительно. В общем, без лишних соплей, давайте начнем. Как становится понятно, что этот унитаз отличается у нас от обычного только тем, что у него нет вот этого вот фарфорового ободка. То есть обычный унитаз у нас как сделан? У него идет вот такой вот фарфоровый ободок, под который у нас забивается там различная грязь, бактерии, звездковый налет. Со временем это начинает там все вонять. А если у вас есть маленькие дети, они лезут, как обычно, руками в унитаз. Это не гигиенично. Здесь все, видите, все идеально чисто, все омывается. Причем унитаз я как бы чищу, ну, крайне редко. Еще отличие в чем? Здесь как бы струя разбивается на три сопла. В нижнее сопло вот это вот давит вниз под давлением прям. И два вот так вот, одно и другое, они омывают унитаз вот здесь вот по кругу. То есть гигиеническая составляющая здесь просто офигенная. Давайте я вам включу, просто покажу, как это все работает. Вот, видите, омывается тут и тут, и вниз давится вот это вот сопло. То есть, ну, работает вообще изумительно. Унитаз у вас всегда чистый, без каких-либо бактерий. Его также чистить очень удобно. Просто взяли какое-то чистящее средство, вот сюда вот прыснули, да, оно у вас вниз вот так вот течет, туда вниз. Вам даже руками не нужно ничего делать. Какой-нибудь в силе добрызнули, да, вот так вот это все потекло. Если у вас вдруг какая-то грязька здесь сверху осталась, но ее здесь практически никогда не бывает. Дальше нажали кнопку, и у вас просто это все смылось. То есть, не нужно лезть руками в саму чашу и что-то здесь делать. Это вот реально очень круто, это самый большой плюс. Второй плюс у нас тоже гигиенический, скажем так, составляющий, это чистый стульчак. Ну, вот вам покажу. Смотрите, когда у вас стульчак закрыт, вот здесь вот, да, и вы включаете слив, вот эта боковая часть, она, видите, бьет, у нее здесь вот сверху нету как бы бортика такого. И чуть-чуть попадает вот сюда вот, ну, как бы наверх в стульчак. И вода, которая идет, она капельки какие-то вот сюда вот попадают, и они омывают также стульчак. Он как бы чуть шире, чем основной унитаз. Вот видите, ну, где-то вот настолько вот. Водичка туда попадает, она все это дело смывает, и благодаря этому стульчак также у нас чистый. Ну, то есть, вот я его чищу крайне редко, смотрите, видите, никаких разводов, никаких подтеков, все идеально чисто. Вы мне скажете, блин, так и будет у тебя вода же выливаться на пол. Нифига, друзья, смотрите, чаша у нас сделана так, не знаю, видно вам, не видно. Есть небольшой вот такой вот наклон, то есть, ну, как-то вот такой наклон. То есть, получается, вода, когда бьет стульчак, она не выплескивается туда, она обратно возвращается в чашу, ну, то есть, она стекает. Благодаря этому и вот эта верхняя часть чистая, и сам стульчак вот этот вот, да, пластиковый чистый, и верхняя часть унитаза чистая. Как заверяют производители этих безбодковых унитазов, да, что у них качественный смыв, то есть, давление, которое вырывается вот из этих вот сопел, оно намного лучше. И действительно, я вам скажу, что, ну, смывает он офигенно, то есть, ну, даже вот кидаем вот так вот бумажку лежит, я понимаю, что это не показатель вообще ни разу, да, ну, просто для примера вам покажу. Под давлением, видите, вот эти потоки соединяются, и они давят, как бы, вот в это вот отверстие, и все смывается идеально, просто, я вообще в восторге. Если брать старые ободковые унитазы, старые ободковые модели, то у них по расходу воды, неважно, это инсталляция, либо, там, стационарный обычный, который ставится у вас на плитку, унитаз, у них расход где-то 8-10 литров. Здесь, из-за того, что эти унитазы появились у нас гораздо позже, то есть, это, как бы, более современные модели, расход максимальный 6 литров, можно убавить на 5. А если вы смываете вот этой вот маленькой кнопочкой, то здесь можно и 2, и 3 литра выставить, у меня, по-моему, здесь литр 3-4 как-то вот так вот выставлено, то есть, это клавиша 6 литров, а здесь 3-4. Ну, реально, экономии, даже вот по воде, ну, примерно процентов на 20-30. Очень часто, почему-то я читал в интернете, что нету компактных моделей, вот, именно у безободковых унитазов, я не знаю, кто куда смотрит, вот, смотрите, у меня ГРОИ СОЛИДО называется, но это, как бы, не реклама никакая ГРОИ, очень компактные чаши, у меня санузел здесь небольшой, я специально искал компактный подвесной унитаз, смотрите, очень компактные чаши. Если вам, конечно, нужны массивные чаши, есть такие большие, ну, они вот такие вот так вот вниз уходят, такие огромные чаши, ну, я пользуюсь, здесь у меня катается робот-пылесос, он, как бы, все под ним убирает, и, ну, как бы, очень эстетичная и компактная модель. Можете выбрать безободковые унитазы, буквально под любой дизайн, под любой вкус, как говорится. Так как это новые инновационные модели, они очень часто у нас комплектуются вот такими вот крышками с микролифтами, опустили, и она никогда не хлопает, то есть, видите, все это очень плавно вот так вот закрывается, причем эти крышки у нас быстросъемные, вот так вот легко вверх потянул, сейчас я вам покажу, оп, и снял. То есть, на это вот у ГРОИ так снимается, видите, такие штырьки остались, показываю, что это ГРОИ, опять-таки, ну, и это реально очень круто, друзья. Где-то в интернете читал, что есть только дорогие вот эти вот инсталляции, там ГРОИ, гибериты, а вот бюджетных таких унитазов и неинсталляций нет, это все бред, друзья. Сейчас реально очень много производителей начинают делать безободковые модели, даже из бюджетного и среднего сегмента. Есть не только инсталляции, есть и просто обычные стационарные унитазы, которые у нас ставятся на плитку, они также идут без ободков, также прекрасно смывают, экономят вам деньги на воде. Так, ну, давайте теперь пробежимся немного по минусам, ну, и, наверное, самый большой минус это цена. Если мы берем безободковые модели, они дороже обычных ободковых, примерно, ну, там, на 20%, хотя я считаю, это не такая глобальная разница, это не в два раза. И вот если вы берете обычный стационарный унитаз, который ставится у нас на плитку, то есть это не инсталляция, ну, если берешь ободковый, он стоит где-то 8 тысяч рублей, а без ободковый будет стоить там 9-10 тысяч рублей. Ну, всегда есть различные акции, можно там посмотреть, подобрать, как посмотреть, как они смывают. И я считаю, что вот эта переплата там в 2, ну, пусть 3 тысячи рублей, она обоснована. Опять же, в интернете ходит такое мнение, что вот безободковые унитазы они намного шумнее. Ну, вот, еще раз сливаю, ну, шум абсолютно такой же, как от обычного унитаза. То есть, нет никакого там, а вот вода, слушайте, видите, как тихо наливается, почему? Потому что у Грои, у них бачок, он идет в пенопласте, и вы практически не слышите, как наливается вода. Так что здесь нужно смотреть чисто производителя. Я думаю, если это стационарные обычные модели, которые стоят на полу, то шум у них будет абсолютно одинаковый. Брызги. Многие говорят, что они прям брызгуют, и воды очень-очень много вылетает. Никаких глобальных брызгов под унитазом нет. Да, может быть, вот здесь вот, смотрите, есть несколько капелек, но, опять же, лично мое мнение, что система работает так, когда у вас закрыт стульчак, вот здесь вот, да, она как бы омывает вот эту вот нижнюю часть стульчака, и вся вода у нас все равно уходит в саму чашу. То есть, ну, брызги это такое. Возможно, я допускаю, есть какие-то там стационарные модели, какие-то более дешевые, которые действительно могут там чуть-чуть как-то брызгать, но, опять же, всегда поток можно отрегулировать. То есть, ну, ставить не 6 литров, а поставить чуть меньше воды, там 5 литров, да, и он будет смывать не так интенсивно, соответственно, брызг у вас будет намного меньше. У ГРО и как бы с этим все хорошо. То есть, я всегда беру дорогую сантехнику, я на ней никогда не экономлю, потому что дешевая сантехника, это, ну, есть большая вероятность, что вы прольете соседей. Давайте по итогу. Хочу так сказать, вот этот безободковый унитаз, это просто очень крутая вещь, да, неважно, он там инсталляции у вас, или это будет стационарный, по сути, они отличаются только вот в чаше. Для меня лично, что здесь очень классная гигиеническая составляющая, то есть, вы побрызгали вот просто вот этот вот кантик, подождали, пока эта вся грязька стечет, дальше кнопочку нажали, и все это смылось, да, вот этими вот боковыми потоками, вам даже не нужно туда лезть. Здесь прекрасные смывания, просто отличные, да, вот разделенные вот эти вот потоки, они давят так вот на эту центральную часть, что все смывается просто вообще супер и классно. Ну и также он экономит воду, пусть там 2-3 литра он как-то экономит, ну 2 скорее всего, да, но посчитайте, сколько раз вы это все дело смываете, и сколько воды вы сэкономите там за месяц, за год и так далее. В общем, друзья, всем однозначно советую, сейчас на обычные ободковые модели я даже и не посмотрю. Если понравилось, ставим лайк, пишем свои комментарии, а у меня, друзья, на этом все, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok